Алена Шишкова призналась, что была вынуждена носить парик «Автор 9.03.2020». Как оказалось, даже Алене Шишковой, которая является признанной красавицей, не удалось избежать комплексов по поводу внешности. К слову, модель была очень недовольна своими волосами, и это вынудило ее пойти на решительные меры. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. В редвере Международного женского дня Алена решила поднять тему красоты и прямо рассказала о том, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы в итоге получить надежду на здоровые волосы. Совсем недавно Шишкова продемонстрировала новую стрижку ультракороткой каре. К слову, аналогичную прическу носит и пятилетняя дочь модели. Лишь сейчас знаменитость честно признается, что расставание с наращенными волосами, которые давно стали ее визитной карточкой, стало для нее настоящим потрясением. В итоге, она не могла принять свое новое отражение в зеркале, поэтому решила носить парики. Осознав, что долго так продолжаться не может и свои волосы нужно восстанавливать, Алена все же обратилась к специалистам. Тема восстановления волос для меня непростая. Продолжать наращивать и красить или заняться фундаментально своими волосами я долго не могла решиться. И поначалу, после избавления от капсул, даже носила парики, потому что не могла принять, что волосы не такие густые, как раньше. Как когда-то у меня были свои, откровенно рассказала знаменитая блондинка. Теперь для восстановления шевелюры Алена пьет витамины, а также делает мезотерапию и лазерную терапию. По ее словам, первые положительные результаты уже дают о себе знать. Поклонники оценили откровенность модели, написав ей, блонд и наращивание убивает волосы. Лучше свои русы, но родные густые, все у тебя получится. Умница, что приняла такое решение, главное, что ты в душе прекрасная, а волосы отрастут, Аленушка и так далее. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.